Делали, делали, да не доделали. В рубрике «Мелочи жизни» покажем сегодня о так называемых долгостроях, которые явно затягиваются во времени. Находимся мы с вами на улице Карла Маркса. И я здесь для того, чтобы показать, как выглядит главная пешеходная улица ровно за сутки до официального срока сдачи объекта. К сожалению, асфальт здесь так и не уложен, да и бордюрные камни до сих пор в не очень-то надлежащем состоянии. Нет здесь и газона, нет здесь и цветов на газоне. Да, в общем-то, работа еще в самом разгаре, если это можно назвать разгаром. Понятно, что у подрядчика могли быть объективны на то причины, однако люди о них не знают, а видят только по результатам. А результат, как говорится, совершенно не стопроцентный. Очень хочется надеяться, что свои работы подрядчик завершит как можно быстрее, потому что 1 сентября официально начинается учебный год. А это значит, что по улице Карла Маркса будут ходить школьники. И ходить им придется либо по проезжей части, либо по тротуару. Местами не очень благоустроенному. Продолжим. Пусть небольшие, но все же заметные изменения произошли на днях и на улице Ленина. На перекрестке улиц Красноармейская и Ленина, что возле Кэса, на днях спилили тополя. Причем один из них был довольно крупным и массивным. И уже не раз угрожал как автомобилистам, так и пешеходам, которые проходят здесь по тротуару. В целом, за последние пару недель уже в двух местах на улице Ленина спилили тополя, которые действительно находились в непосредственной близости от дороги. И, наверное, это правильно. Потому что зачастую из-за разрушившихся веток деревьев не видно ни знаков, ни светофоров. А хрупкие ветки при любой грозе угрожают. Причем как транспорту, так и проводам, которых с избытком на наших городских улицах. Как бы то ни было, от тополей действительно нужно в городе избавляться. Ведь они еще и источник пуха, такого надоедливого и такого противного. Этим летом мы все об этом могли убедиться. В общем, мелочь приятная. Осталось лишь самое важное. Выкорчевать эти самые пни, чтобы они не портили вид города. Ведь они уже совсем скоро начнут гнить. Конечно, обзору водителям они уже теперь не мешают. И всем прекрасно видно школьников, стоящих на перекрестке. Однако, работу необходимо доделать до конца. Есть такое выражение. К хорошему быстро привыкаешь. Так и основываясь на него, можно отметить следующее. Последние годы, перед первым сентября, в городе регулярно обновляли дорожную разметку. В частности, рисовали по новой. Пешеходные переходы, так называемые зебры. Сегодня 30 августа. И, к сожалению, ни один пешеходный переход так и не обновил своего покрытия. Быть может, это и не критично. Однако, еще раз повторюсь, в прошлые годы, перед учебным годом, дети шли через дорогу по абсолютно свежим, ярким полоскам. Тем самым, быть может, была для них мотивация для соблюдения правил дорожного движения. В этом году, почему-то, спецтехники не видно. И, наверное, на эту мелочь, все же, стоило бы обратить внимание.